Погодите чуть-чуть, погодите. Ребята, давайте вы уезжаете или не уезжаете. Мы пишем инфраструктуру. Вы можете 10 минут подождать? Мы ждали целый день. Дождь будет вечером, давно завтра мыть. Сейчас всю пыльцу сюда дождь забегать. Ребята, давайте побоем до Москвы. Ребята, давайте проверим. А у вас есть с собой какой-то документ назначения или нет? Я готов. Да, есть, но я прислал же вам специально. Это вы на сайт присылали? Бумага, вот есть. А бумаги нет? Вон там она. А, ну вы можете принести, пока мы интервью запишем, а в конце интервью вы тогда покажете. Хорошо, чтобы мы... Да, пишем. Скажите, я так понимаю, что вы накануне только узнали, да, о вашем назначении? Да, вчера во второй половине дня. Кто вас назначил, как вам об этом сообщили, расскажите, пожалуйста. Местные жители позвонили, сказали, что присутствуют депутаты. Я занимался трудоустройством. Мне сказали, что не хотите ли вы занять пост, заместили главы администрации здесь. То есть, кулировать вопросы молодежи, культуры, спорта. Я согласился. В 16.30, по-моему, было оформлено и подписано распоряжение первое. И, собственно, все. И сегодня я уже приступил к работе. Согласно как трудовому кодексу. Вы смогли зайти вот в свой кабинет, в администрацию? Нет. Сегодня было два совещания прошли, там запаррикодировался прежний глава. Но я, опять же, в этот весь конфликт не вложу, не вмешиваюсь. Это не мое дело. Пусть, собственно, это здесь местная администрация решает эти все вопросы. И я с своей стороны, как бы, у меня есть круг задач, которые здесь очертили. Я их сегодня сегодня выполнял. Мы посетили все объекты, кратко вошли в курс дела по текущему положению в местном национальном пункте. И уже от этого будем отталкиваться. Собственно, вот это моя работа. Можете рассказать, вот первый рабочий день, какие объекты вы посетили? Мы посетили, да, строительство парка. Опять же, посмотрели, то есть, какие там есть проблемы. Мы посмотрели строящуюся детскую площадку, сегодня посетили. То есть, посмотрели, как идет строительство. Пообщались с местными жителями, встретились и провели два рабочих совещания с руководителями администрации. Вы будете отвечать за, ну, уже отвечаете, да, там, за спорт, молодежь. Какие ваши, может, первые шаги, да? Первые шаги вникнуть в ситуацию. Не надо сейчас впереди паровоза бежать, и сразу тут наполеоновские эти рассказывают. Сейчас надо понять, что есть в наличии на объекте здесь, сколько объектов, что есть, как есть, как работает. Уже от этого, собственно, главное не разрушить то, что было. По возможности улучшить. Вообще для вас неожиданностью вот эта должность? Да, неожиданностью. Было другое еще предложение работать. Ну, вот поступило это, и пошли сюда. Да, не ожидал. А есть какое-то вот волнение, что может не справиться? Нет никакого волнения. Все, все, рутинно. Сейчас больше СМИ отвлекают от работы, нежели, потому что работы самой нет. Сейчас только СМИ больше комментируют целыми днями. С вчерашней ночи уже телефон пришлось отключать, потому что просто надоели звонками. Ну, глава Одинцовского района говорит о том, что будет оспаривать ваши назначения. Ну, замечательно. Глава Одинцовского района хочет, чтобы прокуратура проверила законность назначения. Ну, отлично. То есть пусть она проверит, если суд постановит или прокуратура, что решение было незаконное. Ну, вне сомнения, я им подчинюсь. Пусть проверят. То есть с меня-то что здесь проверять? Все документы в наличии. Пусть проверяют документы, пусть проверяют принятие. То есть, может быть, они укажут на какое-то несоответствие. Там, может быть, где-то запятая неправильно поставлена. Или да, это неверно. Ну, это уже, опять же, будет вопрос, может, к администрации, может, депутаты. Или кто-то заново там. То есть это все. Ну, в любом случае, что пусть проверяют здесь же. У меня нет никакого спора. Но скажут, что незаконно. Ну, будут какие-то обоснованные, мотивированные решения. А вот если и дальше, ну, пока будет идти проверка прокуратуры, но вас не будут пускать в ваш кабинет, да? В понедельник вы, допустим, придете на работу? Ну, будем по мере поступления все решать. Посмотрим. Еще до понедельника много воды утечет. Вот, поглядим, что будет, что загадывать сейчас. Здесь много еще и так работы есть. А с какими-то жителями вы уже встречались? Да, целый день. Положительно встречаются, что я привлек вообще к проблемам Барвихи хоть какое-то внимание. Потому что люди говорят, что всем было наплевать вообще на то, что у нас тут происходит. И просто меня благодарят уже за то, что теперь с нами займутся и, наконец, нашим проблемам обратят внимание. Потому что здесь жители, ну, из тех, кого мы сегодня встречали, а мы сегодня пообщались с огромным числом здесь людей местных, все недовольны. Каждый там своими аспектами. Ну, все благодарят, говорит, спасибо. Вот, благодаря вам, наконец, здесь что-то начнет двигаться. И обратили хотя бы нас внимание. Наконец, говорит, глава Одинцовского района что-то по нам комментировать начал. Глядишь, говорит, и дальше кто-то откомментирует чего-то там. Вот, ну, все, хотя бы так. А по всем вот этим нюансам уже юридическим, это больше сейчас не ко мне, а вот к людям. Да, сейчас, да, спасибо, сейчас давайте. Да, вот, как бы у меня есть договор, есть, да, трудовое соглашение, соответственно, книжка. И вот, собственно, приказ о назначении. Это чей приказ, получается, и о... Главы, да. Главы администрации Барвихи, да? Какая у вас зарплата, если не секрет? Секрет. Секрет? Небольшой. Интересно просто, обычно людей интересует такой момент. Все, да? Да. Подержите все, попробуем. Вот так, видите, все, печать, подпись, все, все есть. Ну, а сегодня, получается, вы как, к 9 утра пришли? К 10. И где сети, а вас не... Не, мы проводили совещание в другом просто здании, то есть проводили совещание, были... А, вы даже не пытались зайти, да? Сотрудники администрации, да, зачем? Ну, забаррикардировался, человек с щеповцами там сидит, ну, опять же, я не собираюсь штурмом брать это здание и так далее. То есть это вообще дело сотрудников профильных органов. Пусть проверят законность, пусть установят, пусть скажут, например, вынесут какое-то решение мотивированное, ну и все, ему должны подчиниться как либо та сторона, либо эта сторона. Здесь же нет никаких, как бы, проблем, и никто в конфликты ни в какие не вступает. Но с моей стороны, по крайней мере, я исполню любое решение, которое примет суд или там прокуратура вынесет какое-то несоответствие. Опять же, его в судебном порядке могут администрации осподить барвихи сегодняшние. То есть это уже их спор. Вот, собственно, мое принятие на работу, ну, с меня-то, собственно, здесь и спросить-то нечего. То есть, потому что кроме приказа о назначении и трудового договора, все. А трудовой договор, он срочный и получается, да? Ну, до момента ликвидации, как бы, этого поселения со слиянием округа, его сейчас продлили опять полномочия, то есть неизвестно, сколько этот процесс вообще будет длиться здесь, никто его сейчас точно. Ну, это вот лучше поговорить с людьми, которые больше компетентны в этом. По крайней мере, мы тут ничего попробуем сделать хороших дел и ничего не испортить то, что было. Своей стороны, я как бы говорю. Все? Хорошо, да, спасибо большое. Давайте. Кого? Кому отдать? Итак, вы с нами, да, можете пообщаться. Его, глава. Глава, гороскопа. Глава, давайте туда завтра возьмем пол первого сборка. Пол первого? Да. Все хорошо. Там речь толпит. Дайте я вам повесить, но перейдем в видео все на одно. А на праздниках вы одновременно? Вот это вот крестик формат вместе сопроводаем.